Муза Тем не менее, этот чудак купил турецкий халат и туфли, развесил ковры, приобрел кальян и не снимал с головы огромный белый тюрьбан. В завершении всего он решил также обзавестись гаремом и стал покупать и собирать у себя портреты самых знаменитых красавиц. Друзья посмеивались над ним, но вскоре даже стали ему завидовать. Коллекция Паши быстро росла, и благодаря ей он приобрел известность. Однажды он отправился в путешествие и добрался до Парижа. Обойдя все лавки и магазины с произведениями искусства, выставленными на продажу, Паша отправился странствовать по выставкам и музеям. В какой-то момент он обратил внимание на пожилую женщину, которая, как и он, неутомимо бродила по тем же маршрутам. Неудивительно, что они часто сталкивались. Однажды они случайно разговорились, и выяснилось, что старушку тоже интересуют портреты красавиц. Но если Паша с восторгом воспринимал свои находки, его странная знакомая лишь снисходительно улыбалась, говоря, что все это не то. Паша спросил, не может ли мадам показать ему образец красоты, который является для нее идеальным. Старушка согласно кивнула, пригласив его к себе домой на следующий день. Один из приятелей Паши, узнав о предстоящем визите, рассмеялся. Ты наткнулся на сумасшедшую. Эту даму многие знают. Она называет себя музой, вдохновительницей Аполлона, и приглашает всех к себе домой, чтобы похвастаться собственным портретом, написанным кем-то в дни ее молодости. Самое смешное, что на портрете изображен мужчина, и те, кто поверил рассказам дамы, мигом бежали прочь. Согласись, общество безумной старухи не самое лучшее общество. Слова приятеля поколебали решение Паши, но, будучи человеком слова, он решил отправиться в гости. Все оказалось почти так, как ему предсказывали. Среди убогой обстановки, заброшенной парижской мансарды, в золоченой раме висел портрет молодого человека. Худощавое лицо было небрежно написано, однако глаза, невероятно выразительные, были исполнены такой радости, что встретившему их взгляд невольно хотелось улыбаться. Паша, вздохнув, повернулся к музе. — Портрет хорош, но я не нахожу обещанной красавицы. — Как? — Вы не видите никаких перемен? — пробормотала с ужасом старуха. Паша снова взглянул на портрет. — А что должно измениться? — О, я забыла встать напротив его глаз. Теперь глядите на меня. Паша с удивлением повернулся к ней, и сердце его затрепетало. Перед ним стояла высокая, стройная женщина. Красота юности переполняла каждую черту ее прелестного лица. Тело грациозно изгибалось, как стебель цветка. Не было слов, чтобы описать ее миловидность. Красавица с портретов Пьюй де Шаванна и Грёза явилась взору Паши. Прошло немало времени, прежде чем он пришел в себя. Меж тем, насладившись впечатлением, женщина повернулась и вышла за дверь. Паша бросился за ней. Вновь перед ним была старая мадам-муза с мокрыми от слез потухшими глазами. История ее казалась невероятной. Детство Музы было омрачено бедностью. Постоянная нужда сделала ее робкой, породила стеснительность и желание прятаться от посторонних взоров. Будучи высокой, она горбилась. Платье выбирала поскромнее, хотя любила яркие краски. Она даже не подозревала о своих достоинствах. Образ незаметной кружевницы, покорной судьбе, казалось, полностью соответствовал ее представлениям о себе. Однажды ее пригласил в студию старый маэстро, который коллекционировал костюмы. Он уговорил ее примерить одно из своих роскошных платьев. Когда-то платье было предназначено испанской принцессе. Подойдя к зеркалу, девушка не узнала себя. Спина ее тут же выпрямилась, голова гордо вскинулась, плечи расправились. И впервые в жизни она почувствовала себя не просто женщиной, но пленительной красавицей. Сказка о Золушке нашла свое воплощение. Уже юная женщина покидала студию. На нее посыпались предложения позировать известным художникам. Теперь она могла не только проститься с бедностью, но и войти в общество блестящих кавалеров и дам, чья жизнь, исполненная красоты, казалась ей сновидением. Очередь была за принцем. Из множества молодых людей, искавших благосклонности красавицы, двое занимали ее воображение больше других. Оба были художниками, оба обладали талантом. Один – баловень судьбы, богатый, уже известной публике. Другой – бедный, малоизвестный чудак, не жаждущий громкой славы. Долго колебала смуза. Наконец она решила отдать руку первому претенденту, хотя понимала, что займет в его увлекающейся душе немного места. Но одна мысль вернуться к бедности и невзгодам повергала ее в ужас. А жизнь с бедным художником, хотя пленяла глубиной и искренностью чувства, не сулила иных возможностей. Некоторое время она царила в парижских салонах. Портрет, созданный ее избранником, пользовался успехом. Затем все прошло. Иные кумиры заняли ее место, и она поняла, что слава и внимание были лишь мыльными пузырями, которыми пленилась ее неопытная душа. Тогда она вспомнила о своем отвергнутом поклоннике. Он оказался болен и доживал свой срок в бедности. Бросив все, она пришла к нему, чтобы скрасить его последние дни. Он был благодарен ей и начал писать портрет, который должен был ее увековечить. К удивлению музы, художник изобразил себя. Умирая, он указал на портрет и сказал, что в его глазах она найдет себя. Муза долго не понимала, что ее друг имел в виду. Лишь когда прошли годы, и она стала стареть, открылась тайна того дара, что оставил ей возлюбленный. Стоило музе встать перед портретом художника, как ей возвращались красота и молодость. Полный самых противоречивых чувств, Паша покинул мансарду музы. Однако прошло всего несколько дней, и он снова вернулся. Странная идея самому написать портрет юной красавицы или просто приобщиться к истории о сказочной любви овладела коллекционером. Он никогда не брал в руки кисти. Однако порыв увенчался успехом. Созданный им портрет затмил всю его коллекцию и вызвал бурю восторгов у художников. Таланту его пророчили большое будущее. Увы, в это время муза умерла, оставив портрет художника в наследство Паше. Паша похоронил ее и дал слово больше не прикасаться к краскам. Была ли тому причиной волшебная любовь к музе или прихоть мастера, создавшего свой единственный шедевр, трудно сказать. Вскоре и сам Паша скончался. После его смерти оба портрета исчезли. Улыбка «Ну разве можно быть такой капризной?» Сказал гном, выглянув из-под кровати и сердито потирая лоб. Он услышал громкий плач вилы и свалился с картины, за которой так сладко уснул. «И это каждое утро. Ты скоро станешь такой же, как я», — продолжал он, вытаскивая зеркальце, чтобы отыскать среди своих морщин шишку. «Уходи, не хочу тебя видеть!» — плакала вилла. «Ничего не хочу!» «Подожди, а знаешь ли ты, что может сделать улыбка?» — спросил гном. Девочка замотала головой. «Так улыбнись, и я тебе покажу». «Мне никак, я не умею», — ответила вилла и собралась снова заплакать. «Ну, я научу тебя», — рассмеялся гном и пустил солнечный зайчик прямо ей в глаза. Она зажмурилась и спрятала лицо в ладошках. «Раз, два, три, пора!» — крикнул гном. Девочка опустила руки и улыбнулась. За окном послышались чьи-то шаги. Высокий хмурый старик, стуча палкой, проходил мимо. Он был очень занят своими делами и, случайно увидев виллу, отвернулся. «Теперь беги за ним», — сказал гном. «Только надень мои башмаки, а то ты не успеешь за своей улыбкой». Вилла хотела возразить, что ее ноги не поместятся в таких маленьких башмаках, но те уже сами очутились на ее ногах, и она побежала за стариком. Он был недалеко и почему-то шел довольно медленно. Когда вилла поравнялась с ним, то увидела на его лице свою улыбку. Старик остановился около цветочницы и купил букетик ландышей. Теперь он совсем не спешил и даже перестал стучать палкой. Цветы пробудили в нем воспоминания, и он отправился на окраину города, где стоял покосившийся дом под черепичной крышей. Когда-то он был там счастлив. На балконе в кресле спала некрасивая девушка. Лицо ее казалось бледным и печальным. Ей снилось, что ее знакомый поэт навсегда прощается с ней. Старик долго смотрел на девушку, а затем, встав на цыпочки, бросил цветы прямо ей на колени. Она не проснулась, но на губах ее вдруг появилась легкая улыбка. Старик пошел дальше, а вилла осталась. Молодой человек с толстой тетрадкой постучался в дом. Девушка открыла глаза и увидела ландыши. Улыбка сделала ее такой прекрасной, что, когда она открыла двери, молодой человек не узнал ее. Это оказался поэт. Он всегда был занят своими стихами, считал себя непризнанным и к девушке приходил только за тем, чтобы читать свои произведения. — Спасибо вам, — проговорила она, сжав его руку. — За что? — спросил поэт, не понимая ее. Но девушка решила, что он притворяется. Она поставила ландыши в стакан и стала смотреть на молодого человека такими сияющими глазами, что он не мог читать стихи и тоже улыбнулся. — Вот это да! — подумала вилла, узнавая свою улыбку на лице важного министра. Он торопился навстречу с послом из соседнего государства и чуть не налетел на поэта, который рассеянно шел посреди улицы и улыбался. Министр хотел рассердиться, но не смог, и теперь продолжал путь совсем в другом настроении. На переговорах должен был решиться вопрос о войне, но благодаря улыбке виллы дипломаты договорились заключить мир и расстались очень довольны собой. Садовник вышел на дорогу, по которой возвращался министр. Голубой флажок трепетал на карете. «Мир!» — облегченно вздохнул садовник и улыбнулся. Он подошел к яблони и погладил ее ветви. Белые бутоны потянулись к небу. «Еще немного солнца, и они распустились бы», — сказал садовник. Облака, нависшие над землей, раздвинулись, и веселые лучи заглянули в сад. Бутоны лопнули, и яблоня расцвела. «Ну, видела, что может сделать улыбка?» — сказал гном, когда вилла вернулась. «Да», — ответила девочка. «Теперь я всегда буду улыбаться». Гном захлопал в ладоши. «Тогда держи подарок». И бросил ей большое красное яблоко. «Это с того дерева?» — спросила вилла. «Не скажу», — пропел гном и спрятался. Дорога Однажды в горах встретились два человека. Один был странник. Странными были его поступки. И вся жизнь была странной. Он жил, сам не зная зачем. Бродил по свету, не выбирая дороги, прислушиваясь лишь к собственному сердцу. Но, пожалуй, самым необычным было его умение увлекать за собой в скитание все, что ему нравилось. Стоило ему прикоснуться к какой-либо вещи, как она обретала способность к движению и начинала странствовать. В самых глухих дебрях странник неожиданно мог встретить дом под черепичной крышей, в котором когда-то останавливался на ночлег далеко от этих мест. Или в пустыне он вдруг наталкивался на дерево с густой кроной, виденное им где-то в северных краях. Правда, люди не верили в чудеса и говорили, что все это являлось страннику во сне. Но, согласитесь, видеть такие сны не чудо ли? Второй человек был путник. Он всегда знал цель своих путешествий и прежде чем отправиться в дорогу, старательно готовился, долго обдумывая каждую мелочь. У него не было потребности в чуде. Все необходимое он нес в своем мешке. Карта и компас были непременными его спутниками, благодаря чему каждый его шаг был выверен. Он чувствовал себя совершенно независимым. Да-да, он был независим и горд. И надо же было столь разным людям встретить друг друга. Стоял холодный осенний вечер. Ветер срывал желтые листья с деревьев. Путник удивленно заметил, что одежда Странника ветхая и совсем не приспособлена к ночлегу, а за спиной вообще нет поклажи. — Как ты думаешь провести ночь? — спросил Путник, собираясь разжечь костер. — Очень просто, — ответил Странник, вглядываясь в сумерки. — Вон там я вижу пещеру. В ней наверняка есть старинная трубка и душистый табак. Путник решил, что Странник шутит. Но каково же было его изумление, когда, войдя в пещеру, он ощутил едва уловимый запах ароматного табака. Более того, пол пещеры был устлан ковром, а перед очагом стояло кресло старинной работы, украшенное львиными мордами. — Что за чудеса! — воскликнул Путник. — Или тебе ведомы тайны ворожбы? — Нет-нет, рассмеялся Странник. — Просто вещи умеют странствовать не хуже людей. И я часто встречаю в трудную минуту тех, с кем однажды свела меня дорога. — Поверить в странствующее кресло? — пробормотал Путник. Наутро он впервые в жизни изменил своему правилу идти заранее намеченным путем и отправился вслед за Странником в горы. Долго они странствовали в горах, и всюду их сопровождали чудеса. Но вот Странника потянуло к морю. — Послушай, ты непоследователен, — сказал Путник. — И на что тебе сдалось море, если горы щедро одаривают нас? Почему ты хочешь изменить им? — Не знаю, — ответил Странник, улыбаясь. — Мне хотелось побывать в горах, а теперь меня зовет море. Я никому не давал слова хранить верность и свободен идти, куда захочу. Путник совсем не разделял его стремлений, но за время их общих скитаний успел привязаться к чудаку и не мог найти в себе сил расстаться с ним. Вот они пришли к морю, где их, конечно же, ждал старинный корабль и отправились в синюю даль. Душе Путника открылись новые горизонты. А потом они снова странствовали по земле и куда только не приводило их беспокойное сердце странника. Верный самому себе, Путник следовал за своим приятелем, таща мешок с поклажей. Как не убеждал его странник освободиться от лишнего груза, Путник не мог изменить своему правилу. Конечно, он не пользовался своими вещами, но мешок за спиной давал ему чувство независимости. Он по-прежнему оставался гордым Путником. Странник же решил помочь товарищу. Не мог же он идти налегке, когда его приятель надрывается от ноши. Часть поклажи Путника перекочевала на его спину. Ну что ж, пусть странник почувствует себя хоть за что-то ответственным, думал Путник. Глядишь, это научит его жизни, и он станет таким же практичным, как я. Увы, эта уступка обошлась им дороже, чем можно было подумать. Странствующие вещи почти перестали попадаться им на пути, и чудесам пришел конец. А так как странник не собирался оставлять дорогу, то и ему пришлось носить за собой все то, что составляло дом. И вот Путник в конец устал. Красота мест, где они проходили, утомила его. Ему представлялся настоящий основательный дом, но он не мог признаться страннику, что уже устал от дороги, ведь тогда он перестанет быть путником, и странник будет вправе покинуть его. А на это он не согласился бы ни за что на свете, в его сердце родилась любовь. Ему нужен был странник, но не бесконечное странствие. Цель Путника была достигнута и шла с ним рядом, ему стало нечего искать на дороге. Послушай, обратился Путник к своему неугомонному другу, ты заставляешь меня страдать. Каким образом изумился странник? Да разве ты не понимаешь? Ты открыл мне целый мир, которого я до то ли не знал. Наконец ты пробудил в моем сердце любовь. И вот теперь я боюсь, что ты бросишь меня, как те вещи, которым ты прикасался, и подобно этим вещам я буду обречен на вечные скитания. Может быть, я и давал свободу вещам, тихо ответил странник, но неужели дар делает дарящего должником? Если ты бросил семя, то обязан взрастить его, отвечал Путник с неумолимой логикой, а ты заронил в мое сердце любовь. Разве любовь рукотворна? Да, конечно, твердо сказал Путник. Тогда, пожалуй, можно согласиться и с тем, что она превращается в цепи, прошептал странник. Что же я должен сделать, чтобы ты не страдал? Дай клятву, что будешь любить меня, никогда не покинешь, что мы всегда будем вместе. Я тоже поклянусь в этом, добавил он. Хорошо, согласился странник, но пусть в клятве первым будет то, что нас объединяло, любовь к дороге. И они поклялись. Послушай, сказал Путник некоторое время спустя, может быть, нам остановиться? Небо и солнце движутся нам навстречу. Мир меняется с каждой секундой. Чего мы ищем в дороге? Пусть весь мир странствует мимо нас, и это будет так же, как если бы мы странствовали по миру? Мы странствуем не по миру, а вместе с ним, ответил странник. Я не пойму тебя, сказал Путник. Силы мои истощились, и я не могу идти дальше. Помоги мне построить дом. Дом был построен, и странник хотел идти дальше, но у порога обернувшись, он увидел Путника. А клятва любви читалась в его взгляде, и странник остался. Прошло некоторое время, Путник был счастлив, но сердце странника исполнилось тоски по дороге, и однажды оно остановилось. Долго горевал Путник на могиле своего товарища. Он умел только странствовать и не мог жить иначе. Я говорил ему о своей любви, а он о любви к дороге. Но вот я живу без него, а он умер без своей дороги. Что же это за чувство, которым он пожертвовал ради меня, зная, что обрекает себя на смерть? Как-то случайное причудо подтолкнуло Путника к необдуманному поступку. Он примерил на себя одежду странника. Она оказалась в пору. И вдруг ноги Путника, не выбирая дороги, понесли его, куда глаза глядят. Он шел и шел, а потом ему стали попадаться странствующие вещи. Однажды Путник остановился у ручья и в отражении воды увидел, что превратился в странника. Да-да, в самого настоящего странника. И только тогда он ощутил эту странную любовь к дороге. Он понял также, что любовь его друга к нему, путнику, была следствием той великой любви к странствиям, которая владеет миром. Голубая мечта. В маленькой голубой стране жила когда-то голубая принцесса. Она ходила по голубым холмам с голубой травой, собирала голубые цветы, ела голубику, и небо над ней всегда было ясно-голубого цвета. Однажды весной, когда ветер пел таинственные песни в ветвях голубых деревьев и любовь неслышными шагами отправляла странствовать по земле, в ворота голубого дворца постучался запыленный всадник в роскошном бархатном плаще со шпагой на поясе. Голову его венчал широкий берет со страусовыми перьями, которые скрепляла брошь из изумруда в форме маленькой короны. Гость был великолепен, и, конечно же, никто не усомнился, что это настоящий принц. Принц-то принц, да вот беда, в его королевстве все было зеленым. Ему светило зеленое солнце, и, хотя прекрасный юноша, увидев голубую принцессу, забыл все на свете, вплоть до цвета своей страны, хотя он преклонил перед ней колени, умоляя позволить ему остаться и до конца своих дней служить ей, она печально покачала головой. Нет, сказала она, я благодарю за честь, которую оказало мне ваше сердце, но я голубая и буду ждать голубого принца. Всадник, еще больше позеленев, но теперь уже от тоски, вскочил на зеленого коня и погнал его прочь от голубого дворца. А принцесса долго смотрела ему вслед сквозь прозрачные голубые слезы. Однако прошло немного времени, и другой странствующий принц явился голубой принцессе. Увы, он был из желтой страны, берега которой омывало желтое море. Принц питался одним омлетом, любил луну и страдал от желтой лихорадки. Вне всяких сомнений он внушал уважение, но и ему отказала голубая принцесса. Я никогда не смогу купаться в желтой реке, сказала она, глядя в его глаза цвета измены. Принц помолчал, пожелтел, насколько возможно, сел на коня и уехал. Та же история повторилась с красным принцем, коричневым и фиолетовым. Наконец наступили дни, когда никто не появлялся на дороге, ведущий ко дворцу, и, главное, не было голубого принца, о котором мечтала принцесса. Но однажды ее терпение иссякло, и она сама отправилась странствовать в надежде обрести свое голубое счастье. Как-то беззвездной ночью принцесса заблудилась и попала во владение черного принца. Во дворце его бурлило пышное празднество, воздух был пропитан ароматом столетних вин, громкие голоса, смех, музыка будоражили все вокруг. «Оставайся с нами», предложил ей хозяин, «что за глупость кого-то искать или ждать, взгляни, под покровом ночи мы все равны, и тебе не нужен голубой принц, ведь и ты сейчас не голубая, а черная». Десятки сверкающих глаз устремились на принцессу из сумерек, десятки рук смело потянулись к ней, готовые принять ее в свою компанию. Эта бесшабашная толпа, исполненная слепого счастья, звала ее к какому-то хмельному наслаждению, лишенному устремлений, страданий, но также и смысла. Нет, принцесса бежала от черного принца. Снова ей пришлось проделать немалый путь, пока дорога не привела ее к белому принцу. О нем-то она слышала давно, самые разноречивые мнения слагались о его владениях и их хозяине. Одни считали белого принца выскочкой, безроду и племени, не имеющего вообще никакого цвета. Подумать только, у него и кровь не красная, не синяя, не желтая, а вообще бесцветная, как вода. Он способен только отражать то, что находится с ним рядом, и если около него принцы, то он тоже принц, но с нищими он нищий. Другие, напротив, говорили о белом принце, как о великом волшебнике, готовом откликнуться на любой зов, прийти на помощь каждому, кто испытывает нужду. Со смешанным чувством страха и надежды голубая принцесса ступила на порог белого дворца. Нет, вовсе не был похож на ловкого пройдоху белый принц, но также нельзя было заподозрить в нем и чародея. Казался он простым и наивным, как ребенок, любил посмеяться и поиграть, а уж фантазии его можно было только позавидовать. Узнав о целях голубой принцессы он захлопал в ладоши. Ну, конечно, голубой принц существует на свете. Знаешь, мы устроим бал не случившихся встреч. Я уверен, что на него соберутся все принцы и принцессы, какие только есть в мире. И в честь каждого цвета, который они представляют, будет устроен особый праздник, где все присутствующие облачатся в маскарадные костюмы именно этого цвета. Представляешь, как прекрасно узнать избранника под маской среди множества съехавшихся гостей. К тому же какой случай проверить свое сердце? Вот уж поистине великолепная выдумка, но как бы не ошибиться, подумала принцесса. И вот герольды понеслись на быстроногих конях во все стороны света, оповещая о празднике не случившихся встреч. И еще через какое-то время блестящая толпа принцев и принцесс заполнила роскошные залы Белого Дворца. День за днем чередуя цвета пролетали веселья, музыки, танцах, наступил праздник, посвященный голубому цвету. Голубая принцесса танцевала то с одним кавалером, то с другим. Наконец сердце ее отчаянно забилось, когда к ней подошел стройный юноша в шелковом голубом камзоле и коротком плаще расшитом сапфирами и бирюзой. Он был одет с таким вкусом, словно всю жизнь провел среди голубого цвета. К тому же, в отличие от всех, кого стесняло их одеяние, он держался совершенно свободно и естественно. Вот он, хотела крикнуть принцесса, но вдруг увидела второго кавалера, который был одет с таким же изяществом и держался так же непринужденно, но помимо всего прочего выглядел гораздо более голубым, чем первый. Принцесса смешалась и под конец бала выбрала второго юношу. Каково же было ее разочарование, когда, сняв маску, перед ней явился белый принц. «Не грустите», сказал он, «впереди еще много балов, может, под другими цветами вы почувствуете голубое сердце». Но бал следовал за балом, а она не находила его. Меж тем ее удивляло, что не она одна ошиблась в выборе своей пары. Она встретила зеленую принцессу и желтую, и оказалось, что они тоже обознались. Но самое удивительное, что их ввел в заблуждение белый принц. Странно, он мог показаться голубее голубого принца, но почему же он был зеленее зеленого и желтее желтого? Не исключено, что он обладает способностью быть краснее красного, коричневого и коричневого и чернее черного. И вот, чтобы проверить это, голубая принцесса в праздник лилового цвета нашла двух самых лиловых кавалеров, но выбрала не того, что был ярче, а второго. Это оказался лиловый принц, и она отвела его к лиловой принцессе, а в следующий праздник она также помогла оранжевой паре найти друг друга, но их благодарность не облегчила ее сердце. Праздники кончались, а она не нашла голубого принца. В связах, не простившись с хозяином, она покинула белый дворец. Кто знает капризы судьбы, может, чтобы обрести счастье, необходимо пережить отчаяние. С голубой принцессой случилось чудо. Она двигалась, не выбирая дороги, и вдруг попала прямо к голубому принцу. Будь это сказка, тут бы ей конец, но в жизни все происходит намного сложнее. Теперь голубой принц усомнился в принцессе. Может, в нем сохранилась обида с недавнего бала, когда она отдала предпочтение его сопернику, а может, на самом деле что-то изменилось и в самой принцессе. «Послушайте», сказал он, «вас действительно много голубого, но отчего в вас еще какие-то цвета? Я вижу что-то зеленое, что-то желтое, еще лиловое. Вы, милочка моя, какая-то разноцветная, и я не могу в вас поверить». Бедная голубая принцесса покинула голубой дворец, который так напоминал ей собственный. Вот горе, что ей оставалось делать, как не вернуться к белому принцу за советом. «Меня отвергли», сказала она, «что делать? Может, я смогу стать белой принцессой?» «Это трудно», ответил белый принц, «но если очень хотите, можете попробовать. Прежде всего, вы должны научиться не отрицать мир тех, кто не похож на вас. Вам придется посетить королевство всех цветов и найти в них самые драгоценные вещи. Нет большего сокровища, чем истина, потому найдите в каждой стране ее истину и принесите мне. В помощь я подарю вам волшебную свечу из своего дворца. При ее свете вы не ошибетесь». И вот голубая принцесса отправилась в дальнейшее путешествие. Много стран посетила она и всюду отыскивала истины, о которых говорил белый принц. Стоило ей среди дня зажечь его свечу, и множество предметов теряло свой цвет, а те, что его сохраняли, и были истинными. В желтом королевстве она нашла спелые колосья ржи и ароматный мед, а в зеленом траву и листья, из красной страны она взяла маки и вино, из фиолетовой аметисты, из сиреневой сирень. Эти вещи обладали своим цветом изначально и не менялись ни при каких условиях. «Ну вот, вы многое познали, и теперь вам легче найти счастье», сказал улыбаясь белый принц, когда принцесса вернулась. «Я устала искать», промолвила она. «Ну что ж, тогда ожидайте его». И снова весной в Белом дворце был устроен праздник не случившихся встреч. Но на этот раз принцы должны были искать своих принцесс. В день голубого цвета на первый же танец голубой принц пригласил голубую принцессу. «Нет-нет», отказалась она, «поищите еще, может быть, вы найдете более голубую, а я всего лишь разноцветная». В смущении отошел от нее принц, шепча, что не видел более голубой, чем она, а принцесса спряталась, вся в слезах, не желая принять свое счастье, которое так долго ей не давалось. А толпа унесла голубого принца. В заключение праздников был устроен белый бал. Среди всеобщей белизны, сама того не замечая, выделялась голубая принцесса. На ее пышном кружевном платье, напоминавшем лебединые перья, лежал восхитительный, неповторимый голубой отблеск ее глаз. Толпа отступила, любуясь ею и недоумевая, почему она нарушает условия бала быть в чистом белом наряде. Никто не решался подойти к ней, чтобы пригласить на танец. Она одиноко сидела в кресле, и глаза ее были полны слез. Вдруг один из белых кавалеров пересек залу и, подойдя к принцессе, преклонил перед ней колено. Звучала тихая музыка, и они понеслись по зеркальному паркету, пленяя легкостью и грацией движений. Восхищенный шепот пробежал среди гостей. Конечно, кавалером голубой принцессы мог быть только сам хозяин дворца, белый принц. Никто иной не посмел бы с такой простотой и смелостью восстановить нарушенный этикет белого бала. Так думала и сама голубая принцесса. И вот праздник закончился. Она благодарно протянула руки своему кавалеру, а он снял маску. Она узнала голубого принца. Могла ли она еще искушать судьбу? Конечно, нет. Голубая принцесса не стала белой, но, открыв истину каждого цвета, обрела счастье в своем. И в настоящем мире, в лучах настоящего солнца, ее владения были не так уж малы, если вспомнить хотя бы про голубое небо и голубое море. «Адмирал» Адмирал вдруг превращало его в раскаленный испанский дублон, упавший в бокал со старым красным вином. Затем рубиновый оттенок исчезал, и золото лучей исполнялось чистотой первозданного блеска. Однако чем ниже склонялось светило, тем гуще становился его цвет, постепенно обращаясь в багровые краски царского пурпура. В тишине заходящего дня только залив продолжал шептать свои тайны песчаному берегу, только томный звон часов, отбивавших время на древней колокольне, да вечные проклятия чая к своей судьбе раздавались над волнами. Здесь на путях ведущих к морским просторам не существовало времени. На фоне этих вечных декораций прошлое, будущее и настоящее не противоречили друг другу. Словно подтверждая эту истину из устья широкой реки выскользнула небольшая яхта и, накренившись, устремилась прочь от города. Двадцатый век опьянял людей мощью своих неслыханных достижений, а весенний вечер запускал кораблики под парусами, как будто в мире не существовало никаких иных дел и проблем. Черный флаг пиратской эмблемой дерзко трепетал на грот мачте, а на носу у стакселя замер человек в бархатном сюртуке, расшитом парчой и серебряной нитью. Голову его венчали парик и треуголка. Короткая шпага, покачиваясь, била по высоким ботфортом. У руля пристроился худощавый юноша с насмешливыми глазами, в которых живой ум сочетался с мягкостью поэтической души, а отвага не стыдилась благородных порывов к красоте. «Пожалуй, сэр, мои обязанности на сегодня можно считать законченными, если вы ничего не имеете против», сказал нарядный мужчина капитану. «Не имеем, не имеем», отвечал молодой человек, «если не будет луны». Он резко повернул руль на волну и, яхта повинуясь, гулка хлопнула о воду, окатив брызгами его спутника. «Хотел бы я знать, сэр, с кем вы будете шутить, когда уйдете в кругосветное плавание», заворчал тот. «Насколько я могу судить, вас ждут немалые испытания. Однако, готов поклясться костями Магеллана, самым тяжелым для вас явится одиночество. Встреча с самим собой вот что страшнее штормов, шквалов и подводных рифов». «Неужели?» усмехнулся капитан. «Надеюсь, адмирал Бимс, коего вы имеете честь представлять на моем судне, не сочтет за труд поведать что-нибудь нравоучительное об упомянутом предмете». Его приятель сдвинул треуголку на ухо и задумался, прислушиваясь, как журчат струи воды за кормой. Видя, что он не подает признаков жизни, юный капитан нетерпеливо окликнул. «Эй, на баке носовая фигура! Я еще жду вашего рассказа». «Да-да, сэр, одну минуту. Я как раз собирался с мыслями. Так вот, дорогой капитан Кэролл, приходило ли вам в голову, что в старые времена известные мудрецы не зря уходили в пустыню, прежде чем явиться перед толпой со своим учением. Я думаю, что те, кому удается одолеть одиночество, награждаются великой силой. Немало колдунов, севил и гадалок приняло крещение от самих себя. «Кстати, слышали ли вы об Эмле, предсказательнице?» «Нет», ответил капитан. «Тогда я расскажу о ней, благо, что она лицо историческое, да еще и заслужившее прозвище «одинокой Эмлы». Ну, слушайте. Лет триста назад, когда веселый Роджер вызывал на губах джентльменов неусмешку, а дрожь, по Карибскому побережью шла слава о некой гадалке Эмле. Она жила на пустынном острове совершенно одна, и только изредка покидала его, чтобы запастись провизией в близлежащих портах. В ночи полнолуния Эмла колдовала, и никто не смел тогда ступить на ее остров, который просто-напросто исчезал под ногами чужаков, превращаясь в бездонную пучину океана. В то же время потерпевшие крушения могли внезапно наткнуться на берег чудесного острова, хотя в этих местах он никоим образом не должен был существовать. Предсказания Эмлы сбывали с поразительной точностью, так что даже особой королевской крови не гнушали использоваться ее услугами. Прибавьте к сказанному необычную внешность, свободное сердце, над которым никому не удавалось одержать победу, и вы поймете ее популярность. Впрочем, впоследствии, утомившись от посетителей, а может и по другим причинам, одинокая Эмла сменила свой остров на более отдаленный от шумного мира морских бродяг. Многие не без основания считали Эмлу ведьмой, но человеческое невежество и суеверие непременно связывало эту малопочтенную профессию с такими атрибутами, как котлы, травы, змей, метлы и тому подобное. Наша же почтенная леди никогда не занималась знахарством, смертельно боялась змей и предпочитала пользоваться лодкой куда чаще, чем метлою. Верно, эти обстоятельства ограждали ее от лап инквизиции и берегли репутацию среди людей, склонных к размышлению. Да, забыл упомянуть, в доме Эмлы отродясь не водилось никаких кошек, которые, как известно, играют важную роль в магических операциях. Зато вещая леди дружила с маленьким мангустом, оберегавшим ее от ядовитых тварей. Но я должен вернуться к ее детству. Рассказывали, что мать Эмлы, принадлежавшая к роду обедневших Идальго, обладала весьма пылким сердцем. Испанка в недобрый час она обнаружила, что разум любит двоих мужчин. Эта раздвоенность приняла самые печальные формы. Как только она останавливала выбор на одном кавалерии и прощалась с другим, ее охватывала дикая тоска и ревность. Воображение рисовало ей отвергнутого самыми яркими красками, а затем подсказывало, какое счастье он принесет женщине, что его полюбит. В результате она бросала своего избранника и бежала за отвергнутым, но тут же происходила метаморфоза, и фантазия гнала ее обратно к первому избраннику. Дело кончилось тем, что бедная сеньора не в силах примирить в своем сердце возлюбленных, за не могла и покинула этот свет, оставив после себя девочек-двойняшек. Хотя они родились в один час, одна была олицетворением красоты и женственности, другая, не обладая столь ослепительной внешностью, являла собой воплощенный дух и волю, более характерные для мужского начала. Как вы догадываетесь, последняя и была Эмла. Сестру же ее звали Эрлика. Происхождение их имен следовало искать среди северных народов, к которым принадлежали оба возлюбленных их матери. Не знаю, была ли родственная любовь между сестрами, но соперничество их отцов, которых не стало в то же время, что и матери, породило отчуждение. Красавица Эрлика искала свое счастье в любви, которой ее должен был увенчать кто-либо из владык мира. Эмла имела совсем иные идеалы. Богатство и слава мало привлекали ее. В споре с Эрликой она заявляла, что будет счастлива не через вторые руки, а сама по себе и потому жаждала силы. Сила в красоте, которую возводят на трон, заявляла Эрлика. Сила в самой силе, которая ни в чем не нуждается, но способна при необходимости создать красоту там, где ее нет, отвечала Эмла, и она отправилась добывать силу через одиночество. Три года она провела на необитаемом острове, что не каждому оказалось бы по плечу. В это время мечты блистательной Эрлики сбывались. Ее заметил наследник престола одной небольшой страны, и она готовилась стать королевой. Окруженная роскошью и драгоценными подарками, Эрлика приняла сестру в своем новом доме. Торжество победы над сестрой казалось очевидным, особенно если принять во внимание, что три года отшельнической жизни чересчур пересмуглили кожу Эмлы, высушили ее фигуру, огрубили изысканность походки и жестов. Простое, почти бедное шитье платья, лишенное каких бы то ни было украшений, также не свидетельствовало в ее пользу. Однако, когда принц взглянул в темные спокойные глаза Эмлы, с ним произошло что-то странное. Он не мог ни о чем говорить, был рассеян и невнимателен к своей невесте и неотступно следил за ее сестрой. В конце вечера принц попросил уделить ему несколько минут для разговора и склонил перед ней колени. Ах, как хотелось бы Эрлике обвинить сестру в колдовских чарах, но тогда становилось непонятным, почему Эмла отвергла принца. Если вы оставите трон и состояние, забудете свое имя и покинете общество, я, может быть, отвечу на вашу любовь, сказала она. Принц не решился принести такую жертву и вернулся к Эрлике. Корона увенчала голову красавицы, но счастья она не узнала. Сердце ее супруга принадлежало сестре. Он мог бросить все и, переодевшись в простое платье, бежать к ней ради одного ее слова или взгляда. Вскоре он умер, а Эмлу сослали подальше от глаз и воспоминаний Эрлики. Еще несколько раз красавица пыталась доказать сестре свое превосходство, один пылкий вельможа, влюбленный в королеву до беспамятства, поклялся уничтожить ведьму, которая являлась причиной всех ее горестей. Однако, встретив Эмлу, и он забыл Эрлику, подчинившись таинственной силе, о которой шел когда-то спор между сестрами. Самый последний и самый страшный удар королева получила тогда, когда ее тайный ребенок оказался вдруг рядом с Эмлой. Что могла она сделать, как не отомстить за свое поражение? В глухую ночь слуги королевы окружили дом Эмлы и сожгли его вместе с хозяйкой. «Что же сила не смогла оградить ее от врагов, ведь она могла видеть будущее?» спросил Кэрол. «Увы, насколько я знаю, гадалки слепы для самих себя. Или не спорят с судьбой?» ответил рассказчик. Рыжая У берега моря день и ночь шумел прибой, и волны большие и маленькие пели бесконечную песню. Много людей приходило на берег, но никто не обращал внимания на то, о чем поют волны. И лишь одна маленькая девочка понимала их язык и училась их песням. Конечно же, она была рыжей и не очень счастливой, но судьба ее сложилось совсем необычно и, наверное, стоит о ней рассказать. Отца своего она почти не знала. Мать в заботах о хлебе насущном забывала дарить дочери самое важное — любовь и ласку. А этого прежде всего и не хватало бедной рыжки. За постоянные песни ее прозвали также «рыжкой и мурлышкой», что, конечно, выделяло девочку среди других рыжек. И вот рыжка-мурлышка стала расти и подрастать, и захотелось ей быть красивой, как лунный свет на волнах или закат солнца весной, чтобы люди смотрели на нее и любовались, становясь счастливыми. Но, к сожалению, внешность ее была самой заурядной, да и лет совсем немного. Никому она не была нужна. Одно море понимало ее и любило. Но рыжки-мурлышки этого казалось мало. В глубине души она мечтала стать принцессой даже самой захудалой маленькой страны и была согласна заполучить лишь одного подданного, пусть только она станет единственной повелительницей его сердца. И вот шла она по берегу среди шумной и веселой толпы и заглядывала встречным глазам. Вдруг кто-нибудь заметит ее, улыбнется или скажет что-то хорошее. Но никто не обращал на рыжку внимания. Звучала музыка, люди переговаривались и были заняты лишь самими собой. И тут ей повстречался художник. Был он слегка навеселе. Громадный берет его сполз набок, а в ухе болталась настоящая серьга. Борода, усы, лохматые брови все придавало ему свирепый пиратский вид. Но подмышкой у него был мольберт, а в руке сложенный зонтик. Он стоял, покачиваясь в такт прибою. Увидев девочку, он поманил ее пальцем. — Ну-ка, рыжая, если ты мне не мерещишься, помоги дойти до дома. Я так устал от самого себя, что не хочу к себе же обращаться за помощью. И, конечно, рыжка-мурлышка отвела его домой. Восторгу ее не было предела, когда она попала в мансарду под самой крышей. Сколько эскизов и картин смотрела на нее со стен мастерской. Конечно, это было самое настоящее королевство, а художник, между тем, усадил ее в кресло и взялся за карандаш. Он нарисовал долго и, наконец, подал ей портрет. Замиранием сердца девочка взглянула на лист бумаги. Там была нарисована кошка. Ниже красовалась подпись «Это рыжка-мурлышка. Подлинность заверяю, великий художник». Девочка заплакала и убежала прочь. На следующий день она опять пришла на берег. Там за столиками сидели люди, пили кофе и ели пирожные. Один молодой человек сидел отдельно от других и что-то писал в блокнот, поглядывая на окружающих. Конечно же, это был поэт. Но самое удивительное, что и он был рыжим. Вдруг взгляд его обратился к рыжке-мурлышке. Он улыбнулся и стал звать ее «кис-кис-кис». Хотела девочка обидеться, но он смотрел так ласково-ласково, что она двинулась к нему. Еще момент, и она к собственному удивлению прыгнула поэту на колени и замурлыкала. Сомнений не было. Рыжка и не заметила, что превратилась в кошку. Вот было чудо! И уже через день она научилась сидеть у поэта на плече, а через два дня, набравшись храбрости, мурлыкала, пела, и он, слушая, слагал свои прекрасные рифмы. Теперь на плечах поэта она стала такой заметной, никто не проходил мимо, не погладив ее и не похвалив песенки. Рыжка-мурлышка была счастлива, но недолго длился праздник. Как-то снова повстречался ей художник. Ого-го, да ты стала такой знаменитой поющая кошка, верно, ты приносишь удачу. Вот поэт благодаря тебя тоже прославился, но пора бы вспомнить и о том, кому ты всем обязана. Пойдем со мной. Мурлышка испугалась и спряталась, но художник не собирался ее упускать, через какое-то время он пришел к поэту. Отдай мне кошку, она моя. И не подумаю, ответил поэт, но это же девчонка, которую я сделал кошкой, тем более не отдам. Они разругались, а затем бросили карты. Увы, поэт проиграл и должен был уйти. По уговору ему следовало самому прогнать рыжку, чтобы она не цеплялась за него и смирилась со своей участью. Прошел год. Где-то в горах поэт написал свое самое прекрасное стихотворение, посвященное рыжке-мурлышке, и застрелился. А художник безуспешно пытался завоевать ее любовь. Она же продолжала любить поэта и тосковала о нем. Наконец художник понял, что его надежды никогда не сбудутся. Ну ладно, раз даже кошка не может полюбить меня, незачем мне жить, решил он. В последний раз взялся за кисти и написал волшебный портрет красавицы. Рыжка-мурлышка, посмотри на себя моими глазами. Клянусь, теперь никто не устоит перед твоей красотой, которую создала моя мечта. Написал он на портрете, а потом, купив много-много вина, пил до тех пор, пока не умер. Посмотрела на волшебный портрет Рыжка-мурлышка и превратилась в ту удивительную красавицу, что изобразил художник. Только радости не прибавилось. Ходила она по берегу, люди глаз от нее не могли отвести, а Рыжка никого не замечала, и никто ей не был нужен, она думала только о поэте и художнике. Они снились ей каждую ночь, и поэт читал свои стихи, а художник показывал картины. Какая-то тайна была в их жизнях, а смерть одарила их прекрасными произведениями. «А что что-то таится во мне?» думала Рыжка Мурлышка. «Я же не знаю, кто я, кошка или красавица, только друзья мои, поэт и художник, знали это. Пора и мне последовать за ними». И вот исчезла Рыжка Мурлышка, но остались у моря ее песенки. И когда на закате волны становятся тише, и солнце красит их в рыжий золотой цвет, люди, живущие на берегу, слушая их, думают, что маленькая кошка Рыжка Мурлышка превратилась в целое море и славно мурлычет. Путь Самый великий волшебник живет на солнце. Там совсем не так жарко, как кажется, и не так ослепительно ярко, как представляется. У волшебника есть чудесный сад с благоухающими цветами, которые умеют не только разговаривать, но и петь, а порой танцевать. И вот что там однажды случилось. Накануне великого и совершенного нового года волшебник пришел в свой сад и сказал цветам, «Я хочу сделать для вас подарок. Вы можете загадать любое желание, и оно исполнится». Одни цветы пожелали научиться летать и превратились в бабочек, другие захотели плавать и стали рыбками. Третьим надоело быть маленькими, и они выросли громадными, как деревья, сохранив свои волшебные яркие лепестки. Но один из цветков сказал волшебнику, «О, мой повелитель, каждую ночь я вижу одну маленькую волшебную звездочку, которая смотрит именно на меня и улыбается. я хочу попасть к ней». «Пусть будет так», ответил волшебник, «но в каком виде ты хочешь отправиться в гости?» «Я не смею просить, но мне, конечно же, хотелось бы походить на тебя». «Хорошо», сказал волшебник, «но чтобы походить на меня не только внешне, но и внутренне, ты должен будешь всегда стремиться к чему-то большему, нежели то, что имеешь или чем являешься». И вот цветок очутился на голубой звездочке, приняв человеческое обличье. И хотя из памяти его скоро стерся образ волшебника и чудесного сада, его собственная природа заставила строить вокруг себя красоту. Первым делом он стал разводить цветы, среди них воздвиг прекрасный дом на берегу чистого озера, в котором всегда отражались небо и солнце. Долгое время он был удивительно счастлив. Но вот однажды черная комета прилетела из межзвездных пространств. Пронеслась буря, дом был разрушен, сад разметала, озеро превратилось в грязную лужу. Горько оплакал свою судьбу человек с душой цветка. Все, что с таким трудом он создавал, было разрушено и уничтожено в одно мгновение. «Я потерял все, что любил», сказал несчастный, «я не хочу жить. Ищи что-то большее, нежели то, чем ты владел», шепнул ему внутренний голос. Но он не услышал его или не захотел понять. Выбрав самую высокую скалу, он прыгнул с обрыва вниз, думая, что исчезнет так же, как его дом и сад. Но он не исчез, а опять оказался в саду волшебника. Ни словом не попрекнул его господин, а когда пришло время нового года, цветок опять захотел на голубую звезду. На этот раз он взял с собой солнечные облака, которые могли превращаться в животных. Теперь, если бы налетела буря, она не смогла бы уничтожить все. Да, беззащитные растения могли погибнуть, но животные умели передвигаться и наверняка убежали бы от опасности. И вот на голубой планете появились стройные лошади, быстроногие собаки, миролюбивые коровы, козы и овцы. Снова человек с душой солнечного цветка был счастлив. Но однажды, будучи голоден, увидел, что молнией убило одну из его овец. Тогда он решил попробовать ее мясо. Оно ему так понравилось, что он стал убивать животных и есть их. Когда об этом узнали звери, их обуял страх, и хозяин стал им ненавистен. Они хотели убежать от него, но человек отделил собак и обещал не трогать их, а давать им часть своей пищи, если они будут помогать ему. А потом, чтобы угнаться за своими жертвами, он также приручил лошадей, и раздор возник на планете, и однажды случилась великая война, в результате которой остался человек один-одинешенек, потеряв все, что имел. И снова, забыв заповедь искать дальше себя и больше того, что имеешь, он бросился с обрыва. В третий раз вернулся на голубую звезду. С ним был еще один цветок, который превратился в женщину и увенчал его жизнь любовью. Но, увы, на голубой звезде, в противоположность солнцу, царствовал закон времени, и смерть прятала от всех живущих тайну вечности. И однажды возлюбленная человека цветка умерла. Он хотел расстаться жизнью, но вдруг вспомнил и снова услышал слова волшебника «Ищи большего». Тогда он понял, что за любовью к цветам, дому, животным, к женщине есть что-то еще, чья-то любовь, которая дарила красоту и ему, и тому, что создавали его руки всему окружающему. Тогда он пошел искать это. Солнечные лучи сгустились, образовав в воздухе сверкающую дорожку. Он шел по ней и не падал, а навстречу ему спускалась еще чья-то светящаяся фигура. Они сблизились, и он поклонился встречному. Тот тоже склонил голову, и человек понял, что стоит перед солнечным зеркалом, а в нем отражается великий волшебник. «Кто ты?» изумился человек. «Я ты?» «И ты я?» ответил голос. «Ныне ты достиг того большего, к которому я тебя звал». «Я тебя тебя ты видишь, тебя 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 тебя